Здравствуйте, Александр Владимирович. 5 ноября в Москве у вас состояла встреча с представителем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Рабочая встреча. И вот наши новостные ленты и интернет-сайты подробности сообщили, но, скажем так, без каких-то деталей. Вот там, значит, говорится, что вы высказали ряд предложений по дальнейшему развитию промышленности, агропромышленного комплекса Алтайского края. А по итогам встречи Дмитрий Анатольевич Медведев дал ряд поручений профильным министерствам. Вот можно все-таки как-то сказать то, что можно сказать по поводу этой встречи детально? Встреча прошла в доброжелательной, конструктивной обстановке. Это самая главная деталь. Согласитесь, что это важно. Все остальное менее существенно. Но если говорить совершенно серьезно, то я просто продолжил тот разговор, который был начат на заседании правительства по первому вопросу, повестке дня. Рынок труда – это тема особо актуальная и для страны, и для Алтайского края, особенно в тот непростой период, который мы все переживаем, кризисный. У нас в этом смысле отягощенная биография, так скажем, по 90-м годам и началу 2000-х, первой половине, по крайней мере. Мы доработались до печального лидерства по этой тематике. Мы оказались чуть ли не в тройке наиболее неблагополучных регионов страны. И все 10 лет последних нашей совместной работы, и совместной я имею в виду региональной власти, бизнеса, и муниципалитетов, и профессиональных союзов, мы довольно тесно, я считаю, сотрудничали. Во многом острота, проблема безработицы снята в крае. Мы уровень безработицы снизили более чем три раза за это время. Сегодня эта проблема существует, и мы актуальность ее не отрицаем, но той остроты уже нет. Эта проблема сама по себе решена быть не может. Если нет позитива в реальной экономике, если не развивается производство, если не создаются рабочие места, то сама по себе эта проблема не проходит. Это не простуда легкая. Это недуг, который требует очень серьезного системного лечения и подхода обстоятельного. Я доложил премьеру, что социально-экономическая ситуация в регионе в целом стабильная. Мы не допустили снижения объемов промышленного производства, что очень важно в нынешних условиях. Наше сельское хозяйство демонстрирует устойчивость, и мы считаем, что этот хозяйственный год практически завершается уже. Мы через пару-тройку недель будем подводить итоги хозяйственного года в нашей аграрной отрасли. Но мы уже на эту тему говорили, я не буду повторяться. У нас есть очень серьезное основание говорить, что мы занимаемся развитием инфраструктуры. Вы знаете, в чем это заключается. Вот такой у нас разговор я проинформировал о состоянии дела в бюджетной сфере премьеры. Ну и, конечно же, ряд конкретных вопросов мною было поднято. Один из них – продолжение программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. Мною был озвучен на заседании правительства и по, я знаю, настроению и министра труда и социальной защиты Максима Анатольевича Топилина и курирующего вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец по этому вопросу. Министерство финансов, Министерство экономического развития с этими предложениями согласны. Я думаю, что программа будет продолжена в следующем году и мы обязательно, ну, по крайней мере, сделаем все от нас зависящее, чтобы по этой программе и дальше работать. Тем более эффекты, на самом деле, серьезные. Я попросил у премьера поддержки в решении наших вопросов бюджетных. Я эту проблему так остро никогда не ставлю, но, тем не менее, обозначилась некая несправедливость в том, что федеральные центры оказывают сейчас больше поддержки тем регионам, которые когда-то набрали долгов всяческих. В том числе, так скажем, долгов сложных. Я имею в виду, это кредиты в коммерческих банках под высокий судный процент. Это выпуск тяжелых долговых обязательств, ценных бумаг. Когда региональный бюджет, используя этот инструмент, привлекая дополнительные средства в бюджет, но при этом эти ценные бумаги, вы знаете, они не просто реализуются. А имитенты этих ценных бумаг, то есть тот, кто их выпускает в свет, он берет на себя обязательство еще обеспечить доход по такой бумаге. Это тот же самый коммерческий кредит, только по-другому выглядящий. Ну и некоторые коллеги наши, я не берусь судить и тем более осуждать, причины везде разные, имеют очень серьезный долг. Мы, вы знаете, таким долгом не отягощены, и мы ни одной копейки не тратим на обслуживание нашего долга. Он у нас очень небольшой, 2 с небольшим миллиардом рублей. В основном это долг перед Министерством финансов, это бюджетный кредит. И в этой связи, я считаю, было бы справедливым помогать не только тем, кто залез в долги во времена куда как более благоприятные, чем в сегодняшние, но и тем, кто вел взвешенную, осторожную бюджетную политику и в долги не залезал. Я думаю, что это справедливо. Надеюсь, что частично хотя бы эта несправедливость будет устранена по отношению к нам. Такое поручение премьер дал по моему обращению в Министерство финансов. И еще два конкретных сюжета. Они заключаются в том, что мы находимся в высокой степени реализации по нескольким емким нашим объектам социального назначения. И здесь опять приоритет федерального центра заключается в том, чтобы помогать завершать объекты с высокой степенью готовности. Здесь очевидно, мотивация, она понятна. У нас такие объекты есть. Здравоохранение – это стационар туберкулезного диспансера на территории городского округа Новоалтайска, знаете. И сейчас, наверное, вы поймете, почему именно такой маршрут был избран для министра здравоохранения летом этого года при посещении. Она имела возможность на этот объект посмотреть с разных сторон, в том числе и сверху. И убедилась, что на самом деле готовность именно такая, о которой мы говорили. И известный объект в центре города – художественный музей. Он тоже продолжается в строительстве. Мы его не замораживаем. Вы наблюдаете. Некоторые ваши коллеги прямо из окон своих офисов наблюдают. Но я вам должен сказать, наблюдать это тоже занятие не бесполезное, в некоторых случаях даже и приятное. Но я должен вам сказать, куда как более легкое, чем вести этот объект. Но мы, тем не менее, его ведем, не останавливаем. Я попросил у Дмитрия Анатольевича поддержки по одному и другому сюжету. Такие поручения даны профильным министрам, соответственно, здравоохранения и культуры и министру экономического развития, поскольку инвестиционная часть бюджета находится под ответственностью Министерства экономического развития. Вот те детали, которыми я могу с вами поделиться. Очень важно, находясь в постоянном рабочем взаимодействии с федеральными министерствами, понимать логику их управленческих решений. Это чрезвычайно важно. Я это всегда не устаю повторять своим подчиненным. И вот то, что мы получаем поддержку в целом ряде случаев, это следствие того, что мы заявляемся с реалистичными инициативами. С реалистичными. Инициативы бывают разные и всегда, как правило, хорошие. А вот то, что они продиктованы благими намерениями, тут вопросов нет. Но вот реалистичность – это качество, которое не всегда присутствует. Новый АЛЭП и подстанция на Березовой Катуни во многом решили вопрос доставки электроэнергии в несколько районов края. Планируется ли в будущем реализация еще каких-то проектов в данной сфере и прежде всего в области генерации энергии для снижения энергодефицитности некоторых территорий? Глеб Юрьевич, для того, чтобы обстоятельно на ваши вопросы ответить, нужно погрузиться в тематику. Вот вы с нами не были на Березовой Катуни? Были? Ну, конечно же, вы меня тогда еще мучаете вопросами. Там все настолько было хорошо показано и рассказано, фильм замечательный. Посмотрели? Ну, хорошо, поскольку вы радиоканал представляете, у вас звукоряд работает, видеоряд не для вас. Предполагается дальше заниматься энергетикой и большой, и малой. Но наша генерация, если уж вопрос поставили, я на него отвечу. Та, которая есть и на площадках в городе Барнауле, и в Бийске, я имею в виду, и в Барнаульской ТЭЦ, вторая, третья, и Бийская ТЭЦ, и даже Рубцовская, они имеют некое технологическое свойство. Оно заключается в том, что они спроектированы и построены в основном для производства технологического пара, а потом уже генерации электроэнергии. И если не производится пар на станции, то производить электроэнергию невыгодно, скорее даже разорительно. И в этой связи есть ресурсы увеличения объемов генерации на площадках Валтайского края, а в случае увеличения потребления технологического пара. Поэтому здесь вопрос звучит, может быть, несколько иначе, чем он задан. У нас потенциал есть, но нет технологической возможности этот потенциал реализовывать. Есть проблема. Проблема заключается в том, чтобы нужно развивать промышленные предприятия, которые находятся в непосредственно близости от генерации тепловой, и могли употреблять это тепло. И таким образом есть понятие запертых мощностей по генерации электричества. Вот эти запертые мощности частично увлекать производственную деятельность. Поэтому, развивая промышленные предприятия неэнергетического профиля, мы даем возможность развивать нашу энергетику. И таким образом увеличивать объемы производства. По электросетевому хозяйству уже проведены процедуры. Определен подрядчик для строительства линии электропередач на площадку Белокурихе-2. Мы прирастем еще в электросетевом хозяйстве, современным. И построенная ЛЭП дает возможность запитать электроэнергией площадку Белокурихе-2. Мы продолжаем заниматься, и я считаю, перспективной, может быть, сегодня это несколько приостановился процесс, площадкой Мунайской КЭС. Она находится в генеральной схеме развития генерации в стране, утвержденной правительством Российской Федерации. Эту генеральную схему никто не отменял. По-прежнему актуальной является тема малой энергетики и так называемых возобновляемых источников электроэнергии. Все это находится в повестке дня. Поэтому сдача в эксплуатацию электросетевого комплекса «Бирюзовая Катунь» не останавливает развитие, является просто этапом развития нашей региональной энергетики. Александр Богданович, в региональных СМИ появилась информация о том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией, которая, в принципе, сейчас во всей стране, в Алтайском крае будут, грубо говоря, ликвидированы несколько психоневрологических диспансеров. Вот правда ли это, и что планируется делать в этом направлении? Потому что учреждение, оно, к сожалению, востребовано. Спасибо. Ну, так скажем, даже в СМИ не обсуждается вопрос ликвидации нескольких диспансеров. У нас их несколько и нет. В СМИ обсуждается вопрос о возможной ликвидации двух филиалов нашего психоневрологического диспансера, стационара. Но это только обсуждаемые предложения на уровне менеджмента этого лечебного учреждения. Крайздрав даже не вносил такого предложения на рассмотрение у меня. Я установил порядок, согласно которому ни одно медицинское учреждение, первичного даже звена, я имею в виду амбулатории, участковые больницы, не могут быть ликвидированы без того, чтобы мне лично был сделан доклад, и я определился сам. В данном случае речь идет о филиалах специализированной клиники. Тем более, вопрос будет изучаться очень тщательно. И решение будет принято, если такая инициатива даже поступит, очень осторожно и взвешенная, не во вред тем, тем, кто эту специализированную помощь получает. Скоро речки затянутся льдом, и, конечно же, в крае очень много делается для обеспечения безопасности, в том числе и рыбаков, и детей на воде. Вот, хотелось бы узнать, какие меры в этом году примутся. Но снегопады еще впереди. И это будет совсем по-другому выглядеть. Пороша нам дана для того, чтобы немножко нас, ну, что называется, предупредить. Это очень поэтический, красивый жест природы в нашу сторону, что, мол, милые люди, все же зимушка приближается. Последний осенний месяц мы уже вот в первую декаду доживаем. Поэтому, пожалуйста, будьте любезны, приготовьтесь еще и еще раз. Поэтому по докладам, которые я получаю, очень серьезная подготовительная работа проведена и службами муниципалитетов, те, кто отвечает за улицы и дороги внутри населенных пунктов, внутри муниципалитетов, по Барнаулу в частности, это и приобретение новой техники, и создание запасов необходимых материалов, и организационные вопросы. То же самое делается на федеральных и региональных автомагистралях. Я с удовлетворением отмечаю, что наши дорожники в целом с этими задачами непростыми справляются в последние годы более лучшим образом, чем это было, например, лет 10 тому назад. Хотя прошедшая зима, была суперсложной в этом смысле. Вы прекрасно еще не забыли, все помните. Но тем не менее, мы обеспечивали транспортную доступность постоянную до всех населенных пунктов, а их у нас 1598 в Алтайском крае. По всем 16 600 километрам автомобильных дорог общего назначения в Алтайском крае. Я думаю, что по прогнозам предстоящая зима не будет отличаться аномальной многоснежностью и будет в этом смысле поспокойнее для нас, чем зима 2014-2015 годов. Но еще раз хотел бы заметить, что я не призываю никого расслабиться. Дело в том, что у нас есть целый ряд территорий, которые всегда многоснежны. Вы прекрасно знаете, вы по краю ездите. Это наши предгорные территории, в частности, тот же Изменогорский район, ряд других территорий, Ичерышский. Я могу список этих наших предгорных муниципалитетов продолжать. Там всегда многоснежье – это норма. Мы всегда этой части края выделяем повышенное внимание. Поэтому думаю, что мы обеспечим надлежащее эксплуатационное состояние наших автомагистралей в предстоящей зиме. Александр Богданович, сейчас ноябрь, время традиционного обсуждения проекта бюджета на следующий год внесено в законодательное собрание. Традиционное... Тема традиционного принятия бюджета. Обсуждать-то, понимаете, можно пообсуждать, пообсуждать тему женить бы, да и не жениться. Да. А бюджет обсуждая, не обсуждая, а принимать-то придется. Вот в чем принципиальная разница? Достаточно большую часть доходную краевого бюджета составляет это известно отчисление субъектов малого и среднего бизнеса. А какую, вот, Лена Владимировна, по вашим данным, какую довольно значительную часть? Около четверти. Могу ошибаться, но вот, насколько я помню, около четверти. В зависимости еще от муниципальных образований. там тоже по-разному. Ну, понятно. Хотелось бы узнать вот что. В последние полгода принимались ряд изменений законодательных и на федеральном уровне, и на краевом относительно регулирования налоговой нагрузки на бизнес. Вот, на ваш взгляд, те доходы, которые сегодня заложены в проект бюджета именно из-за числений малого и среднего бизнеса. Насколько, вот они, на ваш взгляд, ну, что ли, посильны, да, в условиях тех экономических, которые сегодня существуют? Спасибо. Налоговые нагрузки, они имеют место быть такими, какими они являются посильными для бизнеса. налоговые испытания посылаются бизнесу такие, которые он в состоянии выдержать. Я убежден в этом. Что касается малого и среднего бизнеса, вот переживаемый период, то на федеральном уровне обсуждалось несколько вариантов снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. В основном эти решения они обсуждались и приняты, но приняты в рекомендательном плане для регионов. Часть из этих рекомендаций нам представились своевременными и лежащими в контексте особенностей региональных Алтайского края и мы их реализовали. В частности, вот сегодня буквально вы получите информацию, что подписан региональный закон, закон Алтайского края о расширении возможности применения такого инструмента как патентная форма ведения бизнеса. И это с одной стороны и с другой цена патента существенным образом снижена. сфера увеличена, а цена вопроса в каждом конкретном случае стала гораздо легче для лица, который хочет обеспечить себя самозанятостью вот через приобретение патента. Здесь я бы сказал, что решается главная задача не фискальная. не увеличить количество собираемых налогов или снизить. А задача другая легализовать деятельность, которую, как правило, люди ведут по факту, но она не выводится в правовое поле. Мотивация здесь разная, она вам известна, я не буду ее повторять. Так вот, государство такую возможность сдает, и мы эту возможность реализовали на региональном уровне. По целому ряду направлений деятельности, где раньше патента не было, он не предлагался, сегодня эта форма используется. Я убежден, что патент все же должен заработать. Это оправдавшая себя в практике многих государств форма. я просто искренне верю, что она приживется и у нас. Если мы будем ответственно по-честному к этому относиться, и не будем выстраивать рассуждений спекулятивных на эту тему, что вот патента есть, да вот к патенту еще некие, дополнительные тяготы в виде социальных обязанностей на этих людей возлагаются, но у нас, кроме всего прочего, есть еще базовый конституционный принцип, мы очень часто о нем забываем, а он по целому ряду норм нашей конституции проходит этот принцип, он звучит в общем виде так, равенство правового статуса, равенство совокупности прав и свобод граждан. так вот, мы с вами здесь присутствующие, все практически, да, журналистам вообще не запрещено ведение какой-то предпринимательской деятельности, может быть, кто-то из вас и ведет, Владимир Николаевич, не ведете по ночам, это творческая деятельность, это не предпринимательская, а где вы продаете, я подошел хоть купил бы, так вот, все мы с вами платим так называемую плоскую шкалу 13% от заработанного, малый и средний бизнес по вмененной формуле платит 6% от очищенного дохода, вот, есть на эту проблему другой взгляд, да, тот, кто занимается бизнесом, говорит, это непомерная нагрузка налоговая, это 6%, значит, мы с вами говорим, какой же у нас правильный, маленький, подоходный налог на работающего человека, всего, 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 только 13%, и более, в реальной форме обсуждается вопрос, может быть, на этих преуспевающих, творческих, как Владимир Николаевич, людей, которые всего только 13% платят, может быть, еще повысить налог, а на тех, кто изнемогает от 6%, может быть, его понизить, и тогда будет еще большая справедливость, просуждайте на эту тему, а перед тем, как излагать свои мысли на бумагу, посоветуйтесь членами вашей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok